Всероссийский Олимпийский день Олимпийских чемпионов, призеров игр различных лет и советских, и российского периода Олимпийский день – это именно тот показатель развития массового спорта, который в регионах и в стране в целом на сегодняшний день находится на определенном подъеме И за счет этого олимпийские ценности приобретают более интересную и современную раскраску В этот день попробовать свои силы и получить квалифицированную консультацию от спортсменов смог каждый посетитель праздника Есть вопросы, которые касаются ощущений, каких-то особенностей именно с этапов Кубка мира, когда люди действительно такие болельщики биатлона Видят, знают и здесь хотят вживую задать интересующий вопрос Есть категория детей, тех, которые, ну скажем, просто им интересен сам процесс стрельбы И им вот именно нравится, хочется попробовать стрельбу из положения лежа, стоя, попробовать почувствовать себя биатлонистом, пофотографироваться с винтовкой Чтобы заниматься армспортом, можно дома То есть достаточно будет пояса, к примеру, можно даже заменить полотенцем пару гир-гантель И можно даже выходить на чемпионат с таким оборудованием Можно попробовать все Можно посмотреть, как другие показывают свое что-то Что кто-то что-то умеет делать сам Кто-то приходит учиться, кто-то просто уже умеет это делать, приходит Представил свои возможности на праздники и федеральный проект «Стань чемпионом» Дети от 6 до 11 лет прошли спортивное тестирование на определение физических способностей А волонтеры-медики продемонстрировали развивающийся в последнее время вид физической активности скандинавскую ходьбу Украшением Олимпийского дня стал цветочный забег В котором в этом году приняло участие более полутысячи женщин разных возрастов Первый раз пришли Настроение классное, атмосфера очень спортивная, мотивирует Я пришла с довольно-таки энергичным настроением Чтобы проверить себя на выносливость и еще побегать Был забег, получается, 7, полмарафона, 5 километров, сейчас бегу 10 Вот, готова Почему вы увеличите дистанцию? Ну, дальше больше И, не знаю, просто хочется проверить себя В большом марафоне побежите? Да, обязательно Обязательно побежим Да, в августе Да, мы все бежим Собираем команду с каждым разом больше и больше и бежим только вперед Первыми стартовали девушки, которые выбрали дистанцию 3 километра И вот они побежали, побежали дистанция 3 километра Вслед за ними отправились более подготовленные спортсменки На 10-километровую дистанцию под номером 1 вышла и одна из известных пумских бегуней Марина Ковалева Три, два, один, побежали! Да, 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 да Призы на дистанции 3 километра завоевали совсем юные бегуньи – Алена Новикова и Диана Пермякова. Победительницей же стала Дарья Элемисова с результатом 11 минут 7 секунд. Отличное настроение, особенно при победе. Спасибо большое моим друзьям и коллегам, которые меня поддерживали на протяжении всей дистанции. И, конечно же, хотелось поздравить девочек, которые и третье место. Они очень молоденькие, чему я очень удивилась. Молодцы девчонки. С результатом 34 минуты 43 секунды первой на десятке прибежала Марина Ковалева. Почти через 2 минуты на финиш пришла победительница прошлогоднего забега Мария Дружина. Еще почти через 3 минуты завершила дистанцию студентка-сиповка Регина Кулагина. Я очень рада, что принять участие в очередном цветочном забеге. Сегодня прекрасная погода, несмотря на то, что обещали дождик. Солнышко светит, много болельщиков, участницы все на позитиве. Соперница меня не поддержала сразу, первый километр. Единственное, что я ее видела немного, а затем я одна бежала всю дорогу. Было весьма интересно бежать, когда 3 километра убежали, а мы за ними следом и догнали убегающую группу. Было тяжело оббегать немного, но тем не менее все уступали дорогу, поддерживали, хлопали, помогали бежать. На финише каждую участницу забега ожидали волонтеры с цветами и сладкими сюрпризами. Победительниц и призерок наградили медалями, дипломами и ценными подарками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова